Эти ребята без слов предлагают подраться и дерутся, как ни странно, с огромным удовольствием. Вот так, слегка задев клюшкой игрока хоккейного клуба МВД в стартовом матче чемпионата, нападающий витязя, канадец Дар Северо, обеспечивает себе первые 29 минут штрафа. Дар Северо, канадский нападающий, 32 года. Рост 184 сантиметра. Вес 91 килограмм. В сезоне 2007-2008 заработал 508 минут штрафа. Прошлогодние подвиги Дар Северо в штрафных минутах переваливают за пять сотен. Ну и что? Дар Си, хлебом не корми, дай подраться. Я думаю, драка – это важная составляющая игры, любой игры. И это не только в хоккее, но и в футболе, и в баскетболе. Никогда не было момента, чтобы я оставался в стороне и просто смотрел. Честно говоря, я считаю, что драка – это уникальное и классное явление в мужском спорте. Товгай с английского значит «грубый парень». Еще их иногда называют полицейскими или телохранителями. Все это полуофициальные игровые амплуа хоккеистов. Напарник Дар Северо, также нападающий витязя, Крис Саймон, в том самом матче витязя против хоккейного клуба МВД поддержал своего коллегу. Крис Саймон – коренной американец, 36 лет. Рост – 193 сантиметра. Вес – 100 килограммов. 2015 минут штрафа за 857 матчей в НХЛ. 27 минут – это пока первый штраф Саймона в России. Здесь у него дебютный сезон. Витязь Саймон приехал только после того, как посоветовался Симпсоном, который также стал известным российским поклонником хоккея своими драками на льду. Только кроме зрелища, эти и другие драки, которые затевают канадские тавгаи, пользы в плане спортивного результата команде «Витязь» не приносили. Клуб яркими успехами не отличался, да и сейчас находится внизу турнирной таблицы. В Америке драка на льду – это вполне нормально. У меня драки иногда случаются, но только иногда. Я ведь не только дерусь, но и в хоккей играю. Когда Крис Саймон был совсем юным хоккеистом, он и не думал о драках, даже самых незначительных, потому что был самым младшим в команде. А вот в лет 16-17 серьезно решил развивать свой талант тавгая. Основная задача тавгая на льду – устранить соперника кулачными единоборствами и выключить из игры наиболее опасных форвардов из команды соперника. Тренер перед игрой говорит только, как следует играть, что я должен играть в свой хоккей. По поводу провокации, драк, никаких ценных указаний мне, конечно, не дается. Как считаю нужным, так и делаю. Драка – это масса энергии и хорошее подспорье во время игры для команды. Заварушка может помочь команде выиграть, и, может быть, людям со стороны это не всегда понятно, и кто-то с этим не согласится, но драка стимулирует и будоражит команду. И некоторым людям такие стычки на льду нравится наблюдать. Они специально приходят посмотреть игру, чтобы увидеть драку. «Витязь» – чуть ли не единственная команда в лиге, где набираются тавгая. Компанию здесь подмосковному коллективу может составить только что Челябинский трактор. Отсюда и настрой. Если играет «Витязь», значит, нужно ждать разборок. Стоп, 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 стоп. На самом деле они хорошие парни, даже могут цветы подарить. Но самое главное – не поддаваться на их провокации на льду, ведь они этого только и ждут. Ну вот, пожалуйста, только отвернись, они уже дерутся, даже друг с другом. И кто их спровоцировал? Наталья Кларк, Дмитрий Петухов, Хоккей России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА